Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Лукашкина Наталья. В этом выпуске я расскажу о книге Гиома Миссо «Квартира в Париже». Гиом Миссо – известный французский прозаик и сценарист. Родился 6 июня 1974 года в городке Антип. Будущий известный автор бестселлеров с самого детства, практически все свободное время посвящал чтению книг. Прежде чем стать известным и коммерчески успешным автором, ему пришлось пойти наперекор всему. Родители не разделяли литературные амбиции своего сына. Издательства долгое время отвечали ему отказом. Но уже первый, изданный в 2001 году, роман Гиома Миссо «Скидамаринг» стал очень популярным во Франции. После дебюта последовали такие бестселлеры, как «После», «Спаси меня», «Ты будешь там», «Потому что я тебя люблю». Все они имели огромную популярность в разных странах. В своей книге «Квартира в Париже» автор рассказывает историю Маделина Грин. «Парижский синдром». В России Шарль де Голь, зона прибытия. Одно из мест ада на земле. В зале паспортного контроля сотни пассажиров сбились в плотную изменяющуюся очередь, похожую на страдающего ожирением удара. Гаспар Кутанц в тоске разглядывал плексилистовые кабинки метра 20 от него. Кабинка-то была не счесть, но со всей немеренной толпой управляли всего двое несчастных полицейских. Гаспар обреченно вздохнул. Всякий раз, попадая в этот аэропорт, он задавался вопросом, как ответственные чиновники умудряются закрывать глаза на столь вредную для престижа Франции витрину, как эта. Он проглотил слюну. Бесконечному ожиданию добавлялась нестерпимая жара. Сырой, тяжелый воздух пропитался потным зловонием. С соседями Гаспара в очереди были несколько азиатов и подросток с видом мотоциклиста. Напряжение становилось осязаемым. Муками от смены часовых поясов после полета длительностью в 10-19 часов беды пассажиров с лицами зомби, оказывается, не исчерпывались. Они с возмущением обнаруживали, что их крестный путь еще далеко не завершен. Страдания начинались сразу после посадки. Это при том, что рейс Гаспара из Сиэтла прибыл вовремя. Самолет приземлялся около 9 утра, но пришлось 20 с лишним минут ждать подачи рукава. Потом переход по ветшалым коридорам, которым, казалось, не будет конца. Лабиринт, усложненный указателями, словно специально придуманными, чтобы сбивать заблудившись с толку, сменился сломанными экскалаторами, грозившими любому, зазевавшему с переломом конечностей. Экскалаторы, битком набитым автобусом, нещадно трамбовавших свой груз. И все это оказывается, чтобы скопиться, как бессловесная скотина в этом мрачном зале. Добро пожаловать во Францию! Гаспар, скособоченный, зависевший на плече рюкзака, обильно потел. У него было такое чувство, будто, покинув самолет, он пробежал километра три. От подавленности он уже не понимал, что здесь делает. Зачем? Каждый год обрекать себя на месяц заторничества в Париже. Разве новую пьесу можно сочинить только здесь? Он нервно смехнулся. Ответ был нехитрым и хлестким, как лозунг. Техника письма во враждебном окружении. Год за годом к одной и той же дате его агент Карен снимал для него домик или квартиру, где он мог спокойно работать. Гаспар так ненавидел Париж, в особенности в рождественские дни, что не возражал проводить 24 часа в сутки в заперти. В результате пьеса писал сама по себе. Ну или почти. Так или иначе, к концу января текст всегда был готов. Очередь двигалась так медленно, что упору было совсем отчаяться. Ожидание превращалось в пытку. Перевозбудившиеся ребятишки с воплями носились между барьерами. Двое престарелых путешественников держались друг за друга, чтобы не упасть. Грудного младенца тошнило на мамину шею. «Будь проклят, эти рождественские каникулы!» – простанул про себя Гаспар, давясь отравленным воздухом. Глядя на своих недовольных товарищей по несчастью, он вспомнил не так давно прочитанную в каком-то журнале статью о парижском синдроме. Каждый год десятки японских и китайских туристов попадали в больницы. А то и отправлялись во своясье из-за тяжелых психологических нарушений, вызванных первым в их жизни посещением французской столицы. Едва ступив на французскую землю, бедные отпускники начинали страдать странными недугами. Тут и бред, и депрессия, и галлюцинация, и паранойя. В конце концов, психиатры нашли объяснение. Бедняк подкашивал вопиющий разрыв между их воображаемым представлением о городе света и действительностью. Они мечтали открыть чудесный мир Амелипулен, прославляемый в кино и в рекламе. А вместо этого попадали в суровое, даже враждебное место. Париж их фантазий, город романтических кафе, букинистов на набережных сцены Монмарта и Сен-Жермен-де-Пре. В дребезге разбивался реальность, неопрятность, карманники и прочие опасности, вездесущая грязь, уродство крупногородских ассамблей, запущенность общественного транспорта. Чтобы поменять ход мыслей, Гаспар достал из кармана несколько сложных в четверо листочков. Описание и фотография позолоченной тюрьмы, снятые для него агентом в 16 округе. Раньше там располагалась мастерская художника Шона Лоренца. Соблазнительные Клише навели грезы о просторном, светлом убежище, проникнутом покоем, рае для ожидающего писательского марафона. Обычно он с подозрением относился к фотографиям, но Карен побывала на месте и уверяла, что он останется доволен. И даже сверх того, загадочно добавила она, только бы поскорее туда попасть. Он еще с четверть часа протомился в очереди, прежде чем пограничники удосужились заглянуть в его паспорт. Кстати, вот такие отзывы оставляют читатели. Книга очень понравилась. Захватывающий оригинальный сюжет, неожиданная развязка, неутомляющее описание, познавательное отступление – все в этой книге хорошо. В конце вообще просто невозможно было оторваться. Браво автору и переводчику. Еще одно. Это была моя первая книга Гиома Мюсо. Очень понравилось все. От детальных описаний маршрутов главных героев и вкуса блюд в уютных ресторанчиках Парижа и Нью-Йорка до малейших оттенков настроения. Автор с большой любовью рассказал эту историю. Я буквально оказалась рядом с героями, пока ее читала. Книга потрясающая. Захватывает с первых страниц и не отпускает. Когда кажется, что тайна раскрыта, появляется другая. Это вторая книга, которую я читаю у Мюсо. И с удовольствием продолжу знакомство с этим автором. И еще одно. В книге «Квартира в Париже» присутствует детективный стиль и очарование Парижа. Города романтики и любви. Интригующий сюжет захватывает сразу с первых страниц. И невозможно дочитать эту книгу до конца. Тем более, что развязка романа совершенно неожиданна, как, впрочем, и в других произведениях Гиома Мюсо. Очень скурпулезно описаны картины Шона Лоренцо, художника бывшего хозяина квартиры, в которой оказались два совершенно чужих человека. Бывший полицейский и драматург. Привлекает внимание стильное оформление обложки. Обязательно прочтите эту книгу. Ведь не зря на обложке присутствует надпись «Книга, от которой захватывает дух». Любезность у них была ровно столько же, сколько у тюремных церберов. Не тебе здравствуйте, не спасибо, не ответ на его всего хорошего. Паспорт в руки и пошевеливайся. Вновь пришлось стоять перед таблом. Гаспар шарахнулся не туда. Надо было возвращаться. Каскад железных лестниц, серия из неспешивших открывать автоматических дверей. Он так торопился, что обгонял движущиеся дорожки. Хорошо, хоть ему хватило ума не сдавать багаж. Теперь до выхода и зада было рукой подать. Он поднажал, чтобы прорваться сквозь толкотню в зале прибытия. Ненароком толкнул обнимавшуюся пару. Перепрыгнул через пассажиров, прикорнувшись прямо на полу. Там, с вращающей дверью, на которой был написан выход такси, означал для него конец затянувшейся пытки. Еще несколько метров, и весь этот кошмар останется позади. Он сядет в такси, наденет наушники и мысленно унесется вдаль, внимая пианино Брэда Мэдли и контрабасу Ларри Грандиэ. Уже днем он сядет писать, и тогда дождь смыл налет излишнего воодушевления. На асфальт низвергались небесные хлябы. Небо походило на потолок угольного забоя. В воздухе развелась на электрозойная тоска. И ни одного такси до самого горизонта, только фургоны жандармии и проникшие растерянные пассажиры. Что происходит, спросил носильщик с равнодушным видом курившего пепельницы на высокой ножке. Месье не в курсе? Дело плохо. В этот самый момент Маделин Грин выходила на северном вокзале из поезда Евростар, прибывшего 947 из Лондона. Первые ее шаги по французской земле были неуверенны. Она еще не знала, куда идти. Эти жалевшие ноги дрожали. К усталости примешивалась головокружение, тошнота и невыносимая сжога. Несмотря на обещание, что прописано лекарство, избавит от пополочных действий процедур, которые она проходила, встречать Рождество ей предстояло в разобранном состоянии. Чемодан, который она лакла за собой, весил не меньше тонны. Шум колесиков под этой бесформенной торбой отдавался в голове с утройной силой и усугублял мигрень, от которой ей не было спасения с самого утреннего пробуждения. Маделин резко остановилась и полностью застегнула молнию на своей кожаной куртке, на овчинной подкладке. Она вся взмокла и при этом ее пробирала дрожь. Дыхание перехватило, и она испугалась, что сейчас лопнется в умрак. Но дойдя до конца перрона, немного прибодрилась, как будто лихорадочное вокзальное оживление стало допингом, как по щелчку пальцев восстановил ее связь с окружающей жизнью. Вопреки своей недоброй репутации, северный вокзал всегда завораживал Маделин. В том, что для других было только устрашающим хаосом, она чувствовала концентрацию грубой изразительной энергии. Для кого это было скоплением всего самого убогого и порочного? Но ее притягивал вечно копающиеся улей. Пересечение тысяч жизней и судьб, гигантская, не прекращающая разрастаться паутина. Она оживала, окунаясь в этот тугой, опьянящий поток, где зазевавшийся новичок мог в два счета захлебнуться. Вокзал был для нее театральной сценой, запруженный актерами, туристами, жителями пригородов, деловыми людьми, обитателями трущоб, полицейскими, торговцами, не имеющими разрешения на торговлю, жуликами, официантами и продавцами, отлучившимся из соседних кафе и магазинчиков. Наблюдая за этим вариум, срезом человечества под громадной стеклянной крышкой, Маделин мысленно сравнил его с сувенирным шаром, неизменным подарком ее возвращающейся из поездок к бабушке. Только внутри этого шара, вместо пластмассовых блесток, мельтешила такая необъятная жизнь, что он мог вот-вот лопнуть от ее напора и тяжести. Стоило Маделин выйти на улицу, как ее чуть не свалило с ног порывом ветра. Куда там Лондон с его вошедшим в поговорку ненастьем? Париж встречал ее проливным дождем, грязным небом, влажной духотой. Такоми не ошибся. Все подъезды к вокзалу перегородили десятки такси. Приходилось долго идти, чтобы погрузиться в автобус или в автомобиль. Те, кто попадал в камеру подсуетившегося репортера, не жалели бранных слов. Забастовщики и незадачливые пассажиры вели на радость газетам и информационным каналам нескончаемую войну. Бывший офицер полиции, ныне несчастная женщина, которую бросил любимый человек. Она снимает квартиру в Париже. По недоразумению, эту же квартиру арендует драматург Гаспар Кутанс. Мизантроп, который любил работать в полном одиночестве. Это недоразумение могло бы стать досадным эпизодом в жизни обоих, если бы не одно важное обстоятельство. Квартира ранее принадлежала известному художнику Шону Лоренцу, который умер, не переживя смерть своего сына Джулиана. Маделин и Гаспар восстанавливают шаг за шагом жизнь художника до исчезновения его сына Джулиана. И понимают, что за этим делом скрывается тайна. Возможно, Шон Лоренц был в шаге от раскрытия этой тайны, но смерть помешала ему продолжить расследование. И теперь это предстоит сделать им, Маделин и Гаспару, бывшей полицейской и драматургу Мизантропу. И кто его знает? Возможно, раскрыв тайну, они найдут сами себя. А вы читали книгу Гиома Мессо «Квартира в Париже». Делитесь впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok